Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаемся стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Когда мы связали наш бактус, птицы улетели. Многие вязальщицы его с удовольствием повторили, потому что, ну почти как все наши изделия, он вяжется проще, чем выглядит. Связали. А как носить? Вопрос в том, что он слишком тонкий и узкий, чтобы как следует обмотать им шею и не замерзнуть в минус 20. Ну, для сильных морозов он точно не предназначен, но разнообразить повседневный образ может легко. И использовать его можно как легкий шарфик или шейный платочек. Если вы не любите глухих воротников, плотно закрывающих шею, птицы улетели, для вас просто находка. Стандартный способ. Надеваем широкой частью вперед, свободные края перекрещиваем сзади и располагаем под основной частью. Если приподнять переднюю часть повыше и длинные кончики дополнительно обернуть вокруг шеи и спрятать под уголком, получается замечательный снуд, теплый и уютный. Замерзли? Поднимите край на подбородок и закрепите спереди узелком. Если бактус связан с теплой пушистой пряжей, в таком виде защитит вас от любого ветра. Любите шали? Это точно ваш вариант. Набросили на плечи и что это? Шаль? Палантин? Может болеро? В любом случае получается не скучно и не повседневно. Мало? Еще отличный вариант применения. Заворачиваем широкую середину руликом, обворачиваем вокруг шеи и опускаем свободные концы вперед. Красота? Ну или так, кто-то скажет, что вариант спорный, но так скажет тот, кто не попадал в легкой одежде под ледяной ветер. Надеваем бактус как бандану, завязываем на шее и греемся. Лоб и уши точно надежно прикрыты от холода. И да, самое главное, это же еще и просто бактус, теплый шарфик. Конечно, если свяжете его из теплой пряжи. Если из легкого хлопка, это очаровательно необычный шейный платочек. Выбирайте свой вариант и получаете удовольствие от разнообразия образов. Все подробности под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.